Уважаемые коллеги, друзья, гости, участники, партнеры, наши замечательные эксперты, спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Это большая честь воспринимать сегодня. И у меня была такая всегда мечта тоже прочитать доклад на конференции. Но как-то вот IT-спикером я, наверное, не очень гожусь, потому как я являюсь организатором. Меня зовут Бибигуль, фамилия Маджи Сангалеева. Я являюсь руководителем направления Profit Events. Очень приятно с вами со всеми познакомиться. Добро пожаловать на конференцию. Наша компания Profit Online работает на рынке 11 лет. Мы представлены основным своим брендом. Это наш сайт Profit KZ. Мы вас всех приглашаем посещать наш сайт. Почему? Потому что у нас 52 тысячи посетителей ежедневно заходят на наш сайт. Это, как сейчас модно говорить, таргетированная аудитория. То есть это мы с вами IT-специалисты, IT-профессионалы. Помимо этого, извиняюсь, помимо этого у нас есть интернет-консалтинг, организация мероприятий, это мы, мы за нее отвечаем, медиа-поддержка событий и собственные интернет-проекты. На нашем сайте вы можете найти новости IT-мира, статьи собственные, календарь событий. Мы, кстати, единственные в Казахстане печатаем календарь IT-событий. Причем совершенно независимо наших друзей, конкурентов, партнеров, всех-всех-всех. Помимо этого, мы рассказываем о компаниях, об обучении и, естественно, фоторепортаж. У нас далеко идущие планы. Мы будем проводить мероприятие в 2016 году. Буду рада вас всех видеть. Мы обязательно вас всех пригласим. Вот, помимо этого, с 2016 года начнет функционировать клуб IT-профессионалов, который называется Profit. Тоже, кстати, вас приглашаем. Естественно, будут проходить вообще невероятные встречи без галстуков, но этому пока не будем оглашать. Будет больше времени, мы об этом расскажем. Сегодня познакомиться вас прошу с нашими партнерами, с нашими дорогими, золотыми, горячо любимыми, обожаемыми партнерами, потому что, если бы не было их, сегодня бы не было нас с вами. Я отдельно хочу отметить, что вам нужно обязательно заполнить все анкеты, оторвать один номерок, вернее, сначала так, оторвать один номерок, закинуть на ресепшене в прозрачную вазу, анкеты оставить себе, второй номерок оставить себе, заполнить анкеты и сдать их вечером. На основании вашего мнения мы будем работать над своими ивентами, разговаривать с этими компаниями, ну и, собственно, всячески ублажать вас в последующих мероприятиях. И, естественно, тем, кто сдал номерок, обязательно будут вручены призы, благодаря розыгрышу. Кстати, призы тоже предоставлены нашими замечательными, золотыми, горячо любимыми партнерами. Так, а кому шлепнуть? Здесь у нас есть гости с других городов, поэтому мы с радостью шлепнем вам печати. Во все бумаги, которые вы нам предложите, нужно подойти на ресепшен. Так, это отдельная просьба от наших технических сотрудников о том, чтобы все говорили в микрофон. Я, походу, уже, по-моему, провинилась. Так, дальше. Все вы были запечатлены сегодня на нашем мероприятии благодаря нашим замечательным фотографам, поэтому вы все найдете себя, как Ким Кардашьян, на нашем сайте ProfitKZ и прочитаете презентацию на сайте ProfitDay Security. Да, мы ждем вот такого формата сегодня, товарищи. Давайте проснемся. Давайте задорно будем разговаривать, обсуждать проблемы. Разрешается даже ругаться, разрешается задавать вопросы экспертам, разрешается мучить всех, кто будет читать сегодня презентации. В общем-то, ждем горячих-горячих дискуссий. Остужать мы их будем холодным пивом. Кому прям совсем горячо станет, могу прям сейчас налить, честное слово. Вообще не проблема. А так вообще ориентируемся где-то на вечер. Поэтому все машины оставляем на стоянке, с холидином договоримся. Кому прям совсем-совсем даже отвезем домой. Красивые девушки, кстати. Так, ну и всем большой рахмет. Я закончила. Но я не из мира IT, я из мира маркетинга. Но я знаю, что в мире IT положено начинать новые проекты вот с этого. Так что мы начинаем. Коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Лукацкий. Я помодерирую немножко первую часть. По поводу проснуться Бибигуль хороший совет дала. Учитывая, что я человек из Москвы. У нас сейчас минус три. То есть это, соответственно, шесть утра. Я ложусь я по Москве, соответственно, лег я два часа назад. Поэтому нам надо расшевелиться. Вам расшевелить нас. Нам расшевелить вас. Поэтому я приглашаю всех коллег первой секции сюда. Занимать свои места. Мы не будем сидеть в зале. Вы будете сидеть здесь. В начале мы начнем с интересного доклада. После чего у нас будет дискуссия. Я буду задавать интересные вопросы всем участникам. Вы их тоже можете задавать. Дальше мы будем задавать вопросы вам, чтобы вы тоже участвовали. Потому что, в конце концов, хорошее мероприятие – это не то, где хорошие докладчики, а мероприятие – то, где хорошая аудитория, которая готова взаимодействовать с докладчиками, задавать вопросы, отвечать на вопросы для того, чтобы и вам было интересно, и нам тоже было интересно. Мы смогли обменяться какими-то мнениями. Итак, собственно, мы начинаем. Как вы обратили внимание, у нас в первой части практически нет докладов. Это сделано специально, чтобы задать некий тон всему мероприятию. Но для того, чтобы его задать, надо сделать вводную часть именно про стратегию. Поэтому я хотел бы передать слово Маргарите Дмитриевой, руководителю лаборатории информационной безопасности Международного института системных исследований, как раз с вводным таким словом о том, информационная безопасность, аспекты управления информационной безопасностью, они действительно разные. Это и угрозы, это и регуляторика, это и вопросы экономики. Тем более, что сейчас в условиях непростой экономической ситуации становится очень важно учитывать эти моменты. Поэтому, собственно, с этого мы и начнем. Маргарита. Там. Добрый день, коллеги, доброе утро, добрый день. Сегодня у нас очень интересное мероприятие, очень интересные вопросы, как вы увидели в программе. Но главное, с чего нужно начать, это вообще, что такое информационная безопасность, что такое управление информационной безопасностью, и как строить эту безопасность, как ею управлять. Вопросы бизнеса напрямую связаны с информационной безопасностью. Вопросы безопасности напрямую связаны с бизнесом. Это сегодняшние реалии. Поэтому, о чем мы говорим? О том, что бизнес требует обеспечения жизнедеятельности, непрерывности своих бизнес-процессов. Безопасность в этом должна ему помогать. Безопасность должна это выполнять. Обеспечение требуемых затрат для обеспечения бизнес-процессов. Бизнес хочет видеть, куда он вкладывает деньги. Он хочет видеть, как эти деньги работают. Вложение в безопасность должно приносить прибыль, как минимум, бизнесу. Оптимизация операционных затрат, снижение капитальных затрат – это требования бизнеса. То есть, смотрите, бизнес, безопасность, IT – это взаимосвязанные процессы. Это единая целая организация поддержания непрерывности бизнес-процессов в любой компании, в любой организации. И как следствие задачи информационной безопасности это обеспечение непрерывности бизнес-процессов. Оно повторяется. Это напрямую в текущий момент времени, если кто смотрел новую версию стандарта 27.001, это кривоугольный камень этого стандарта теперь стал. Поддержание непрерывности бизнес-процессов. Повысить уровень защищенности конфиденциальной информации, обеспечить возможности локализации последствий инцидентов, снижение затрат на информационную безопасность. Это задача IT. И безопасности, и бизнеса. В прошлом, начнем с того момента, когда деревья были большими. В прошлом все было просто, все было прозрачно. Простая структура, простая архитектура. Об управлении речи не шло фактически. Можно было обойтись и несколькими компонентами информационной безопасности, и безопасность периметра была обеспечена. Сейчас повсеместное распространение технологий, различных. Они входят в разные аспекты бизнеса. Разнообразие угроз. Мы живем в это время. Мы живем в такое время, когда очень быстро меняется ситуация в организации внутри периметра и ситуация за периметром этой организации. Чтобы за этим следить, нужно четко понимать, что система управления информационной безопасностью должна присутствовать в организации. Инфраструктура вследствие этого развивается. Теперь уже границы, они размыты. Границы размыты, периметра как такового нет. Мобильные технологии вошли в нашу жизнь, социальные сети вошли в нашу жизнь. Нужно защищать свою информацию, нужно защищать свою конфиденциальность, нужно защищать бизнес. Как защищать всю инфраструктуру без явных границ? Вот сейчас задача, которая стоит перед безопасниками. Как организовать эту защиту? Каким образом, какими способами и от чего? Это как раз-таки ключевые аспекты нашего сегодня общения. Вопросы руководства и бизнеса. Может ли наша организация быть целью? На какие активы могут быть направлены атаки? Где наша инфраструктура уязвима? Есть ли риск социальной инженерии? И так далее. Это вопросы бизнеса. Это общие вопросы бизнеса. Если бизнес копнет дальше, возникнут другие вопросы, другие аспекты будут затронуты. Насколько эффективны наши процессы управления безопасностью? Лучше ли мы защищены сейчас, чем год назад? Как мы выглядим в сравнении с конкурентами? Сколько мы тратим на безопасность и окупаются ли эти затраты? Насколько мы соответствуем стандартам международным, республиканским, то есть законодательству? Каковы наши цели вообще? Достигаем ли мы их? То есть чем больше мы проводим анализ, чем больше бизнес интересуется безопасностью, тем больше интереснее возникают вопросы, на которые должны ответить управленцы по информационной безопасности. Организациям нужна архитектура безопасности, которая будет сейчас модульной, гибкой и обеспечивать эффективную защиту. Можно говорить, сколько угодно, красиво говорить об оценке рисков, о классификации данных, о применении механизмов защиты и политик. Но реальная работа безопасника выглядит совершенно по-другому. И когда люди, приходящие в безопасность, впервые с этим сталкиваются, то есть когда они учатся в вузах, они видят свой профиль своей работы совершенно иначе, чем он в реалии существует. Когда им приходится заниматься юридическими вопросами, приходится считать риски, заниматься риск-менеджментом, безопасностью. Для многих это откровение, особенно для тех, кто заканчивал специализацию по СИБУ, систему управления информационной безопасностью. Безопасность – это процесс, а не результат. Поэтому заниматься безопасностью нужно непрерывно, нужно периодически. Повторю, что сейчас такое время, когда очень быстро меняются ситуации внутри периметра организации и вне периметра организации. Внутри изменяется архитектура, структура, бизнес развиваются, дополнительные офисы, новые бизнес-процессы. Как следствие, новая структура, новая архитектура, IT-система. Как нужно защищать эти IT-системы, как нужно модернизировать ту систему защиты, которая у вас есть. Изменяются внешние угрозы, как нужно реагировать, как нужно выстраивать подсистемы, которые входят в систему управления информационной безопасностью. Любая система информационной безопасности, построенная, как говорится, на коленке, обречена на провал. Есть два подхода к построению системы управления информационной безопасностью. Все отдать IT. Они выстроят. Без проблем. Они выстроят. Но будет деление. Есть админы, есть юзеры. И топ-менеджмент, как ни странно, войдет в юзеры. То есть они к собственной информации не получат доступа, как только просить у тех же админов допуска. И есть другой подход. Сверху. Да, прекрасно. В организации будут и политики, и процедуры, и регламенты по управлению информационной безопасности. Все будет замечательно и красиво для аудиторов. Либо для сертификации, либо еще для чего-то. Но реально управления как не было, так и не будет. Его не будет до тех пор, пока в базе, вот база, основа, фундамент для построения СУИВА не будет заложен риск-менеджмент информационной безопасности. Только просчитав риски, только подняв структуру информационной безопасности на базе анализа и оценки рисков, можно выстроить реальную защиту своих активов, своих конфиденциальных данных, своих бизнес-процессов, бизнеса в целом. Повторю еще раз, безопасность – это процесс, это не что-то косное, один раз выстроено. Если откроете стандарты, а безопасник читает стандарты, это тоже открытие для наших выпускников, что надо работать со стандартами. Никто их не учит работать со стандартами. Ни в одном УЗИ этого не учат. Не просто читать, не просто учить, не просто сдавать, а работать со стандартами. Это немножко разные вещи. В любом стандарте прописано, что нужно пересматривать свою систему безопасности минимум раз в год. Фактически ее нужно мониторить постоянно. Мониторить, что происходит у вас внутри периметра, что происходит, какие изменения происходят вне периметра. Успех процесса – это создать успех процесса построения качественной системы управления информационной безопасностью. Связать стратегию безопасности с целей и потребностей компании. Согласовать долгосрочные цели безопасности. Использовать в качестве базы оценку анализ рисков безопасности. Вовлекать менеджмент. Нельзя давать задания безопасникам, и тем более айтишникам, просчитать риски самим по себе. Никто из них не умеет и не должен уметь оценивать, давать оценку этим активам компании. Это может дать только субменеджмент, который знает бизнес-процессы. Безопасники не должны досконально знать элементы бизнес-процессов. Это не их специфика, это специфика топов. Вот только когда безопасник будет работать вместе с топ-менеджментом, просчитывать риски, оценивать активы, угрозы, стоимость потерь, вот только тогда на этом базисе, на этом фундаменте можно поднять качественную СУИП. Что выпускают из вида? Обучение пользователей. Да, не обучают. Поддержка осведомленности. Ну, внедрят, случайно юзеры заметят. Обучение персонала о IT и информационной безопасности. И это есть в большинстве случаев. Поддержка созданной системы. В общем-то, это основные аспекты, которые я хотела бы затронуть во вступлении и, так сказать, задать направление наших дискуссий на сегодняшний день. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Коллеги, теперь настало время для дискуссий. Я представлю участников сегодняшней дискуссии, которые на протяжении всего дня будут высказывать свои позиции, свои точки зрения по тем докладам, по тем темам, которые будут озвучены с этой трибуны, которые будут звучать от вас. Это Олег Сидов. Всем доброе утро. Как он называется? Журналист-безопасник. Главный редактор Business Information Security Association. Это ассоциация именно, которая направлена на бизнес, составляющую информационную безопасность, чтобы уйти от имиджа безопасника, который что-то все запрещает, к имиджу человека, который способствует развитию бизнеса, о чем сегодня уже мы с утра начали говорить. Дальше Алексей Макаров, эксперт по информационной безопасности Картель. Доброе утро. Константин Цой, менеджер по инфраструктуре Эйры Стана. Здравствуйте. Алексей Канн, директор Департамента IT-безопасности Евразийского банка. Доброе утро. И Анатолий Удель, начальник отдела информационной безопасности Сбербанка. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Собственно, я хотел бы начать с простого вопроса и к вам, чтобы каждый из вас высказался, и к аудитории. Маргарита высказала правильные слова про то, что такое безопасность, какие вопросы она должна охватывать. Охватывать и, собственно, можно выделить три ключевых драйвера, которые заставляют вас заниматься безопасностью, которые заставляют ваше руководство задумываться о безопасности, либо которые вы используете для того, чтобы получить ресурсы, людские, финансовые, временные на занятия безопасности. Это угрозы, по сути своей торговли страхом. Это комплайнс, это регуляторика, это нормативные документы. Это тоже торговля некоторая страхом, но немного с другой стороны. Это уже не страшилки об угрозах, которые могут вывести из строителей на систему. Это страшилки о регуляторах, которые могут прийти и наказать за несоблюдение различных требований по обеспечению безопасности. Персональные данные. 7 октября у вас приняли в первом чтении закон об информатизации. Там тоже есть свои разделы по информационной безопасности, по аттестации систем. То есть регуляторика достаточно активно начинает воздействовать на вашу деятельность. И третья составляющая – это экономика. То есть что вы можете дать бизнесу с точки зрения своей деятельности? Как вы повлияете на бизнес-показатели? Я хотел бы задать вопрос коллегам. Что из этих трех драйверов – угрозы, комплайенс и бизнес – в первую очередь в вашей деятельности занимает, наверное, львиную долю работы? И с помощью чего вы доказываете своему руководству, что на безопасность надо тратить деньги? Кто готов высказаться? Да, можно включить. Знаете, вопросы, которые поднимаются, всегда актуальны, наверное, будут, были, точнее, будут в будущем. Прежде всего, мы, как представляющие транспортную компанию, компания «Растана», вопрос безопасности информационной, он очень тесно связан с нашим бизнесом. Вопрос корректности информации актуален всегда, и поэтому, если для меня у вас делают выбор, какой драйвер выбрать, то есть безопасность. Именно нашего процесса, именно нашей деятельности – это первое место, которое занимает всегда, занимало и занимает на текущий момент в нашей компании. То есть мы поддерживаем бизнес именно с точки зрения безопасности наших процедур, нашей деятельности. Ну, вы поддерживаете, то есть вы приходите к руководству и говорите, мне надо миллион тенге на выстраивание процессов, на приобретение решений. Вам дают эти деньги без вопросов, или вы говорите, потому что угрозы, например, хакеры выведут в строю систему заказа авиабилетов. Либо вы говорите, регулятор придет и нас накажет. Либо вы говорите, а мы вам сэкономим за этот миллион, там, в краткосрочной перспективе два миллиона. К сожалению, у нас не совсем так происходит. То есть мы не просим денег на то, чтобы защищать какие-то IT-процессы в компании. Я, как и сказал, IT-безопасность – это часть авиационной безопасности. Мы должны и обязаны предоставить все нормы по безопасности информации в рамках авиационной безопасности. И в нашей компании это является драйвером. Идеальная ситуация, наверное, для любой компании, если доказать бизнесу, что это нужно делать, как Маргарита сказала, сверху. И понимание есть сверху, что не только в рамках, скажем, операционной деятельности надо делать это, а в рамках вообще всего, всех процессов, не только связанных с самолетами, но и в рамках финансовой структуры и так далее. То есть, к сожалению, в нашем случае драйвером именно развития IT-безопасности является авиационная безопасность. Спасибо. Интересно. Алексей, Алексей, Анатолий, что вы можете сказать? Решите, добавлю. В принципе, вопрос хороший. В плане нашего драйвера, я считаю, выступает больше партнерские отношения с бизнесом. Для того, чтобы при выделении бюджетов и при обосновании, естественно, мы всегда учитываем экономическую составляющую. Ну, зачастую в проектах информационной безопасности она не всегда в плюсе, это мы понимаем. Но, тем не менее, показываем риски процесса, которые мы снижаем, показываем, если она есть, безусловно, составляющую экономическую выгоду. И без этого, конечно, решения по крупным выделениям средств не принимаются никогда. Спасибо. Ну, все третьи вопросы очень важны. Нам немножко проще вести свою работу, потому что наш председатель правления, Майкл Эггалтон, так сказать, в теме информационной безопасности. Порой он знает об инцидентах информационной безопасности в глобальном плане больше, чем мы. И защитить перед ним бюджет для нас не так сложно. Но порой мы часто используем именно модель оценки рисков, когда мы показываем, если у нас есть локальная статистика, мы показываем, сколько стоит такая угроза, сколько мы потратим на ее закрытие, что в итоге бизнес получит. Очень часто бизнес принимает риски. К примеру, приведут такой вариант. Стоял вопрос об обновлении банкоматов. Стоимость банкоматов варьируется от 500 тысяч долларов до 1 миллиона, чтобы всю нашу банкоматную сеть обновить до новой версии. Бизнес сказал, извините, ребята, мы эти деньги никогда не отобьем. Нам нет смысла его защищать. Давайте придумаем какие-то компенсирующие меры. Мы соглашаемся с этим и ищем другие варианты. По поводу трех направлений, что для нас важно, риски, внешние угрозы, либо compliance. Для нас они все важны. И под это дело у нас есть три отдельных подразделения. Первое – это служба управления информационными рисками, которая ведет всю работу в части риск-менеджмента. Второе – это служба информационной безопасности, которая отвечает за инфраструктурную защиту. От внешних и внутренних угроз. И третье подразделение – это служба мониторинга информационной безопасности, которая покрывает вопросы compliance. Так что я бы не выделял какой-то один главный для нас подход, они все для нас важны. Спасибо, очень интересно. Коллеги, ну вот вы как раз сели очень хорошо, как два банка. А что скажут представители телекоммуникаций? Ну, на самом деле у нас все попроще, чем банки. Поэтому да. Да, ну на самом деле у нас, скажем так, исторически сложилось, что все приходит сверху, с Умпилковым, с Москвы. Ну и как бы защищать уже приходится выставленные все стандарты. По сути, вам сверху спускают стандарты, вам выдают ресурсы. Ну, да, скажем так. В принципе, наверное, идеальная ситуация для многих. Коллеги, вот раз уж зашел… Да, Олег, хорошо. Прессу всегда лишаю голоса. Я совершенно согласен с твоими тремя драйверами, которые ты обозначил. И, на мой взгляд, все началось именно со страхов. Никто их сейчас не отменял, они действительно двигают рынок, но у них есть одно неприятное свойство – к страхам привыкают. И их нужно постоянно как-то подтверждать, доказывать их актуальность. Очень часто это сводится к тому, что начинает кошмарить бизнес этими страхами, и он перестает на них реагировать. Надо это делать очень грамотно и талантливо. Комплайенс – вещь тоже лукавая. С одной стороны, она действительно двигает рынок. Кто-то считает, что комплайенс спас рынок информационной безопасности в кризис, когда был драйвером 152-й российский ФСМ, о персональных данных. Вот тогда рынок действительно как-то сохранил свои компетенции, решения, и как-то все-таки стал развиваться в правильную сторону. Но у него есть два побочных эффекта у этого драйвера, на мой взгляд. Во-первых, это кратчайший путь к бумажной безопасности, когда просто показываем бумажку, и все, и мы счастливы. Которая мало чего имеет общего с реальной безопасностью. А во-вторых, есть маленькая деликатная особенность. Мы все вышли из странных 90-х годов. И бизнес, который сейчас при деньгах, при штурвалах бизнеса, он оттуда же. Вот им проще договориться с регуляторами, чем выполнить какие-то требования. В их понимании. Поэтому у этого драйвера тоже есть некое лукавство. И вот я бы проголосовал все-таки за третий, за экономический драйвер, который, отличаясь от первых двух тем, что если страхи и комплайенсы – это какие-то кнуты, то очень мало пряников, которые позволяют бизнесу относиться к информационной безопасности с пониманием, что если он не будет что-то делать, то его накажут. А если он будет что-то делать в плане информационной безопасности, то его не накажут. Ну вот это такое, получается, своеобразное отложенное ожидание кнута. Вот нету каких-то внятных мотивов, зачем ему это надо делать. Скажем, компании европейско-американские, которые формально соответствуют требованию заказа на Собрайан-Оксли, проходят формальные требования аудита, их акции на бирже сразу повышаются. Мотивация сразу видна. В России и в Казахстане таких драйверов я явных не вижу. Но поэтому экономический драйвер очень важный с точки зрения таланта людей, которые стоят за информационной безопасностью. Поэтому два года назад мне очень понравились откровения Александра Кириллова, советника Мордашова, владельца Северстали, который сказал, что для нас для информационной безопасности сейчас главный тезис – это борьба с издержками. Я говорю, каким образом? Он пояснил, говорит, для Северстали борьба с издержками – это не только когда сталь ушла в землю. Он фонит, поэтому я стараюсь как-то дистанционно от нее держаться, но вот постараюсь. Для информационной безопасности издержки – это когда деньги ушли не туда, купили не то, не в том количестве, не того качества. Это можно все отыграть, вернуть деньги, закупить, докупить, но это потерянное время, особенно уникальное оборудование. Вот место информационной безопасности – отслеживать правильность бизнес-процесса, потому что если информационная безопасность этим заниматься не будет, никакие другие подразделения этим заниматься тоже не будут. Им это не нужно. Вот поэтому все-таки мои драйверы, мои мотивы в сторону экономической эффективности информационной безопасности. Спасибо. Ну, коллеги, спасибо. Это хорошая тема, как раз мы очень плавно к ней подошли. Я сразу скажу, что я противник оценки риска, потому что я считаю, что это шаман. Это примерно как Бибигуль вышла вот с этой штучкой, я забыл, как ее называют. Оценка рисков для меня – это то же самое, потому что я не знаю, а если знаю, то я никому этого не скажу, как оценить риски информационной безопасности. Информация – это вещь нематериальная. Для вас информация ваша стоит, например, миллион. Для меня она не стоит ничего. Ну, собственно, вопрос сразу ко всем участникам. Коль скоро каждый из вас в той или иной степени сказал об оценке рисков. Как вы на деле оцениваете риски? То есть если уйти от, ну, действительно, стандартов красивых, а вот с цифрами в руках, не оперировать фразами «высокий», «средний», «низкий»? Потому что для Евразийского банка, для Сбербанка понятие «высокий риск» – это одна цифра. Для регионального, а может быть даже городского банка высокий риск совершенно другой, наверное, даже на несколько порядков будет отличаться от вашего. Соответственно, вот как вы переходите от общих слов, что риски – это красиво, это важно и так далее, к реальной оценке, что на одной чаше весов вот это стоит столько-то, а для того, чтобы это нейтрализовать, снизить, переложить куда-то, надо потратить вот столько. Как вы все оперируете именно рисками в реальной жизни? Разрешите, отвечу. В плане оценки рисков учитываются не только там статистические составляющие, которые мы можем по рынку смотреть, там, новости фиксировать, фиксировать сообщения по угрозам, которые выстреливают. И помимо этого учитывается, конечно, как я уже сказал, фактически экономическая составляющая, то, что мы, насколько мы сможем реально снизить вот ущерб, который на текущий момент присутствует там в плане процессов именно информационной безопасности. То есть, ну, более предметно, если говорить, например, брать фрод в удаленных каналах обслуживания. Часть фрода, конечно, она ложится на плечи клиентов, да, то есть там социальная инженерия и так далее. Вот. Но она влияет в том числе на лояльность клиентов, это мы понимаем. И, ну, это тоже учитывается. Соответственно, помимо этого есть мошенничество, ну, там, например, с подделкой документов, которая напрямую несет финансовый ущерб банку. И в зависимости от того, насколько это актуально для нас, какие потери мы несем, в зависимости от этого, можно уже выстраивать и планировать суммы на средства защиты. Таким образом. Но вы же, по сути своей, используете реактивный подход. Вы считаете то, что было, и говорите бизнесу, в следующем году мы думаем, будет то же самое. А ведь этого может и не быть. То есть, может быть, либо совсем хуже, либо наоборот ничего не быть, и деньги, по сути своей, будут тратиться впустую. То есть, вот как вы с этим боретесь, и, может быть, вы не боретесь, и бизнес прекрасно понимает, что вот такая специфика. Можно опираться только на то, что было в прошлом, и надеяться, что в будущем цифры будут примерно те же самые, и, соответственно, расчеты рисков будут действительно совпадать. Конечно, тут помогает экспертное мнение, то есть относительно тенденций, которые отслеживаем, и прогнозов, которые крупные компании в сфере информационной безопасности, в том числе наши аналитики в Центральном банке в Москве проводят, безусловно. И от этих прогнозов тоже отталкиваемся, неспорно. Спасибо. Алексей? Ну, финансисты любят считать деньги, и они умеют это делать. Поэтому, чтобы защитить перед ними риск, нужно его только монетизировать. Понятно, в банке, я с вами согласен, на 50%, что нельзя риски посчитать, но на 50% я не согласен. В банке легко посчитать финансовые системы. Финансовые системы приносят нам доход. У нас просчитаны простои всех основных систем. Не только прямой доход, но и косвенный доход в виде поддержки людей, зарплат, помещений и так далее. То есть у нас есть уже определенная матрица, когда мы можем сказать, сколько система нам принесет убытков, если она будет простаивать день-два. Мы просчитывали риски взлома платежных систем. Свифтовых, систем мгновенного перевода, ДБО и так далее. То есть мы знаем среднюю, нашу транзакцию, мы знаем стоимость среднего взлома в России, к примеру. Тем самым мы можем оперировать этими цифрами и показывать реальные потери, которые мы можем получить. Хорошо, спасибо. Это в принципе действительно с банками чуть проще, все можно перевести деньги. Константин, насколько вы оперируете примерно тем же подходом, либо для вас, как вы сказали в начале, авиационная безопасность определяет все, и вам по сути своей не надо оценивать настолько глубоко риски, а руководство понимает, что без этого все равно никуда. С точки зрения как бы IT-департамента это так и происходит. Но на самом деле в Аэростане есть риск-менеджмент, департамент, который оценивает риски в целом по компании, и не только IT, связанные с IT. Поэтому, когда встречаемся мы с этим департаментом и пытаемся составить матрицу рисков, обновлять ее, то мы на своих сервисах, IT-сервисах, мы стараемся, опять же, как сказал Алексей, превратить все в некие цифры. Но с точки зрения как бы зарабатывания денег системы не приносит нам дохода, так как мы являемся транспортным предприятием. Мы стараемся, чтобы простой системы не приводил нас к дополнительным растратам. То есть если мы возьмем какую-то систему определенную, отвечающую, например, за бронирование билетов, мы пытаемся оценить, во сколько нам станет отложенные брони, которые пойдут через других, например, агентов или, например, по другим каналам. То есть превратить все в некие деньги и показать бизнесу, что простой одной системы бронирования может привести в столько-то времени, столько-то потерь денег. Это, наверное, очень важно. И как бы с точки зрения защиты, потом инвестиций на защиту этих вещей, это обосновано, это будет понятно бизнесу. Но самое тяжелое, наверное, здесь не те вещи, которые мы сможем посчитать. То есть мы можем посчитать простой каких-то систем, помножив на какие-то часы, на человека дни и так далее, но очень тяжело посчитать риски, связанные с некой потерей репутации компании, утечкой информации и так далее, когда в мире или в обществе будут говорить, что компания такая-то и у нее вот так все плохо, и информация всплыла там-то и там-то. Вот такого рода риски очень опасны, и ты никогда не можешь сказать бизнесу, сколько это в о том у вас, в какие деньги это все выльется. Вот на мой взгляд, самое тяжелое, например, в нашей матрице, когда очень много таких моментов в реестре рисков, где мы не можем именно монетизировать эти вещи. Мы просто говорим, что это репутационные издержки, и мы не знаем, сколько это в итоге на нас скажется, как на нас это отразится, и как мы потеряем, например, лояльность наших пассажиров. Вот на мой взгляд, это самый тяжелый момент. Спасибо. Коллеги, обратите внимание, действительно, безопасность в этом плане очень много перенимает из IT, из понятия непрерывность бизнеса, из понятия восстановления после катастроф, потому что доступность – это то, что действительно очень легко считается. У вас есть время простое, у вас есть время на восстановление, у вас есть время на восстановление бизнес-операций, у вас есть неполученный доход, у вас есть затраты на восстановление, у вас есть зарплата людей, которые либо простаивают, либо занимаются восстановлением. Все это суммируется, вы выходите на некие цифры, с которыми можно оперировать. И для безопасника, традиционного безопасника, который, наверное, вырос на классическом образовании, что есть триада, конфиденциальность, целостность, доступность, вот это далеко не всегда очевидный подход, потому что конфиденциальность очень сложно посчитать и монетизировать. Можно попробовать, но сложно. С целостностью примерно то же самое. Доступность – это самый простой вариант выйти на монетизацию тех вещей, которыми вы занимаетесь, хотя, может быть, это и не всегда лежит на поверхности. И, соответственно, вопрос к Алексею, оператор связи. У вас есть тоже деньги, у вас есть биллинг, у вас есть кража трафика. Вы используете, собственно, тоже монетизацию понятную, либо какие-то другие методы оценки риска? Ну, на самом деле у нас основные риски – это, естественно, наша абонентская база и биллинговая система. То есть здесь как-то использовать монетизацию у нас не получается. Ну, абонентская база в смысле ее кража конкурентами? Или кто-то по этой базе потом что-то пытается там спам рассылать? Ну, да, есть и такое. Но основное, конечно, кража. Потому что сейчас у нас идет борьба за абонентов. Тем более зашел на рынок Теле-2. Большой отток. И, соответственно, основные задачи – это сохранение абонентской базы. Как в этом случае вы оцениваете риски, если их действительно сложно тогда получается либо монетизировать, либо наоборот как раз легко монетизировать стоимость абонента? Арпу известно, вы можете сказать бизнес. Вот Теле-2 пришел, минус 15% абонентской базы, соответственно, минус миллиарды тенге на год вперед. То есть как вы оцениваете риски в этом случае? На самом деле у нас с бизнесом тяжело, конечно, доказать им, что как-то монетизировать все эти моменты. У нас как бы… Это все на доверие идет. Да, все на доверие. Понятно. Маргарита, к вам вопрос. Коль скоро вы заявили тему про анализ рисков, что это важно, как вы рекомендуете оценивать риски, ну вот помимо тех методов, которые сказали коллеги? Ну, оценка рисков, она очень индивидуальна для каждой, для каждой организации, для каждого предприятия. Зависит, конечно, в первую очередь от специфики бизнеса, от специфики бизнес-процессов. А бизнес понимает только разговор денег. Если получается, конечно же, нужно переводить величины рисков в денежный эквивалент. Если нет, ну опять-таки, репутационные риски, как уже было сказано, это нереально перевести в деньги. Точнее, они стоят больше тех денег, которые действительно будут потеряны в определенных ситуациях. Репутация нарабатывается годами, теряется в одно время. Поэтому, в принципе, оптимальный такой нейтральный вариант просмотреть, сколько вы потеряете и сколько вы вложите в средства защиты. Вот вкладывать в средства защиты больше, чем вы теряете, это однозначно нельзя, это неправильный подход. То есть обязательно нужно включать так называемый принцип разумности. Насколько это разумно, насколько это рационально организовывать, внедрять и так далее. А как-то на курсах повышения квалификации, где я преподаю также, задали вопрос, а сколько стоит моя база? Ну, в принципе, вопрос был как бы из воздуха, из ниоткуда. Первое, что пришло в голову спросить, встречный вопрос, а сколько бы вы заплатили за подобную базу ваших конкурентов? Вот вам приблизительная цена вопроса, да, сколько стоит ваша информация. Как-то так. Спасибо. Коллеги, вот здесь я тоже рекомендую вам обратить внимание на то, что оценка информации, это не, может быть, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Единственный минус в оценке информации, ее монетизации в том, что существует огромное количество методов. Как минимум три больших направления, которые затем могут детализированы, это оценка информации, так называемый затратный метод, сколько вы потратили на создание информации. То есть, по сути своей, вот есть у вас база, которую вы создавали год. Сколько людей создавало? Пять человек. Вы умножаете зарплату пяти человек на год, и, соответственно, получаете минимальную стоимость вашей базы. Это минимальный затратный метод. Второй метод, о котором сказала Маргарита, это рыночный подход. Сколько за вашу информацию готовы заплатить конкуренты, если вы не монополист на рынке, и если у вас более-менее нормальная конкурентная среда. Потому что если вы монополист, либо если вас двое, трое на рынке, но здесь не всегда легко говорить о том, сколько готов заплатить конкурент. И может оказаться так, что он готов заплатить копейки вашему сотруднику, операционисту, который вынесет эту базу. И, по сути своей, эта оценка будет гораздо даже ниже, чем затратный метод. И третий вариант – это доходный. Это, собственно, то, о чем мы сегодня говорили и будем говорить. Это сколько вам информация приносит денег. То есть сколько вы на ней зарабатываете, какие управленческие решения вы готовы принимать, опираясь на эту информацию. И, соответственно, разница между тем, что было без этой информации, и тем, что с этой информацией, это и есть ее стоимость. Но это классическая поговорка «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Вот эта стоимость жизни в Сочи равна стоимости информации об этом прикупе. Поэтому, в принципе, вы можете оценивать стоимость информации. И если это вы банк, то вам чуть проще. Если вы представитель промышленности нефтяной отрасли, вам будет проще уходить не в стоимость информации, а в стоимость простоев, в стоимость, может быть, даже и регуляторики. Это различные штрафы. Хотя, опять же, повторю, что, наверное, для Казахстана сейчас регуляторик – это только нарождающаяся тема. Ну, по крайней мере, по сравнению с Россией, где 16 регуляторов, где порядка 300 нормативных актов принято за последние три года. Поэтому у нас регуляторик – это действительно серьезный драйвер, а у вас это только зарождающая тема. И, собственно, по программе вы видите, тема комплайнс не раскрыта вовсе. То есть потому что для вас это действительно пока не столь важно. И мне хотелось бы следующий вопрос задать всем коллегам и немного уйти от экономики, потому что про экономику мы еще будем сегодня говорить. Про Россию говорят, что она находится между Западом и Востоком. И будь я помоложе, я бы попробовал сесть на шпагат, чтобы продемонстрировать позицию, в которой находится Россия. Вот в отношении Казахстана сейчас достаточно серьезные идут на геополитической арене баталии. Запад, Восток, США, Китай. Вот куда вы смотрите в первую сторону, либо смотрели раньше, либо смотрите уже сейчас в той геополитической ситуации, которая есть. Вы по-прежнему смотрите в сторону Запада и тех подходов, которые есть. Тот же самый СО2701, вообще 27-я серия. Вы смотрите на Россию, вы смотрите на Китай, потому что там по-своему развивается информационная безопасность, учитывая те исторические, культурологические особенности Китая. Либо вы идете своим путем, пытаясь собрать все лучшее и со стороны Востока, и со стороны Запада. Вот как у вас это выстраивается в организациях? Хорошо, я тебе отвечу по части такого направления мыслей. Можно сказать, что это область так называемой стратегии уже. И, в принципе, стратегию информационной безопасности для всей группы Сбербанка, это не только банки, это другие финансовые учреждения, лизинговые компании, брокерские и так далее. И для всей группы Сбербанка, естественно, стратегию разрабатывает центральный аппарат. И не так давно была утверждена стратегия Герману Оскаричу. По ее анализу могу сказать, что, так скажем, основные драйверы – это то, что происходит в основном на Западе. И плюс влияние, конечно, большое, такой синергии с бизнесом чувствуется. Там более тесное взаимодействие, планируется развивать его. И в части регуляторики, ну, наверное, у них основное влияние все-таки это ваша регуляторика российского. Спасибо. То есть, несмотря на определенное охлаждение отношений России и Запада, Сбербанк пока ориентируется на западные подходы, стандарты, решения и так далее. Подтверждаю, с учетом того, что сейчас происходит захват, ну, так тяжело это сказать, да, но, в принципе, развитие бизнеса в европейской части, у Сбербанка, ну, если прессу почитаете, в принципе, в курсе будете. Поэтому в Европе, безусловно, так скажем, влияние большое оказывает на регуляторику. И тенденции, которые у них происходят, обязательно учитываются. Спасибо. Алексей, вы все-таки представляете немного другой банк. У вас нет штаб-квартиры в Москве, поэтому как вы смотрите? Мы небольшой коммерческий банк, да, я не буду лезть в политику, в геополитику. Если смотреть в область информационной безопасности, мы больше полагаемся, да, на международные стандарты Запада, там, Америки. Честно, я впервые слышу, что у Китая там какие-то свои подходы нужно будет изучить. Но в основном пока берем лучшее, что есть на Западе и стараемся применить это у нас. Спасибо. Ну, с точки зрения compliance, да, я думаю, что наша компания движется четко по западной структуре, потому что чуть-чуть меньше половины управления компанией находится в Британии. Ну и исторически авиационный бизнес, авиационная отрасль, она успешнее развивалась на Западе, в Европе. Поэтому все регламенты, все регулирующие документы мы стараемся соответствовать именно западным стандартам. Спасибо. А вот, судя по тому, как требования выставляют организации на курсы повышения квалификации своих сотрудников, я могу однозначно сказать, что требования идут стандарты ISO, стандарты ISO и ITIL. Это Запад. На Россию, конечно, повторюсь, что у нас штаб-квартира в Москве. Хорошо, Олег, так, а ты на что ориентируешься? Слушайте, я хотел просто добавить мосту маленький комментарий к твоему вопросу, подчеркнув актуальность этих практик, которые выводят нас на управление информационной безопасностью. Вот Россия сейчас столкнулась с ситуацией, когда действительно отторгается западное, независимо от того, хорошо это или плохо, но предлагается какой-то идеологии импортозамещения. В моем понимании это часто приводит к ситуации комической, а иногда и трагической, когда, например, жучок АНБ-шный заменяется на жучок ФСБ-шный. То есть для бизнеса это как-то, ну, кто тебе быстрее стоит на пороге твоего бизнеса, АНБ или ФСБ? Выбирайте сами, кого больше любить, маму или папу. С точки зрения информационной безопасности процесс мега сложный, потому что любой инфраструктурой нужно уметь управлять. Например, наличие закладок, рисков, которые вместе с ней приходят. И вот это то умение, которое сейчас, мне кажется, бизнес ожидает от информационной безопасности. Поэтому вопрос Алексея был связан именно с этим. Какие практики в Казахстане существуют, управление вот этими странными инфраструктурами, которые, может быть, приходят из азиатского региона. Вот если какие-то есть у вас в зале мнения, практики, компетенции, коллеги, поделитесь, пожалуйста, нам это очень важно. Коллеги, как вы считаете, то есть вы также ориентируетесь на западные практики, либо кто-то, вот если действительно кто-то уже смотрит в сторону восточного, коллеги, в сторону Китая, то есть смотрите ли вы в эту сторону, или, может быть, присматриваетесь, или вы по-прежнему ориентируетесь на западные практики, которые считаются лучшими, но, наверное, потому, что никто никогда не знал, не слышал о том, что делается в Поднебесной. За Запад. Давайте голосовать. Так, коллеги, кто ориентируется на западные? Так, а на восточные? Его вопрос, да, снят. Понятно. Алеша, у меня был интервью с директором одного сибирского завода, который спросил, слушай, у тебя же тут Китай близко, как ты с ними работаешь, они же тебе тут как тараканы бегают, все просят, паривают. Он говорит, не то слово, но у меня, говорит, есть одно правило, я с китайцами работаю не более трех раз. Я говорю, а что так много-то? Он говорит, первый, последний и никогда более. Хорошо. Коллеги, тогда я продолжаю задавать провокационные вопросы. Я знаю и знаком с рядом своих коллег, которые из России уехали в Казахстан заниматься информационной безопасностью. Собственно, одно дело, когда из России идут стандарты, политики, подходы, это одно. Другое дело, когда к вам на местный рынок приезжают мои российские коллеги и начинают бороться с вами на рынке труда, доказывать, что они лучше, потому что они ближе к западу, они лучше знают стандарты. Чувствуете ли вы эту угрозу со стороны российских безопасников, которые приезжают сюда? Это уже не единичный случай. Либо вы просто сосуществуете достаточно неплохо, потому что работы хватает всем в условиях той информатизации, которая сейчас активно развивается. Либо для вас это даже не тренд, и вы впервые от меня слышите, что российский десант высадился в Казахстан и занимает позиции в области информационной безопасности. В принципе, о тренде таком слышал, и понимаем предпосылки, из-за чего это происходит. Но, честно говоря, я думаю, кадровый голод, о котором буквально вчера на форуме IT-менеджеров говорили буквально в соседнем здании, он есть, присутствует и никуда не делся, поэтому я не считаю это сейчас какой-то проблемой. Скорее, это, наоборот, наверное, подспорье, где-то совсем не хватает компетенции, высококвалифицированных специалистов для того, чтобы ими воспользоваться. То есть работы хватит всем? Да. В принципе, я могу сказать российским коллегам, что им есть куда пристроить себя. Я знаю двух таких десантников. Один у нас работает. Кстати, я сам экспат, но не с Россией. Да, такая ситуация есть. Причина, я думаю, здесь одна. В недоверии западного руководства к локальным кадрам. Ну, честно, да, они могут порой открыто сказать, что мы не доверяем казахстанским гражданам, потому что менталитет такой, что нужно где-то отворовать, украсть, там, откат взять и так далее. Поэтому они приглашают экспатов, которые как бы не заинтересованы в этом и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это единственная причина. У нас достаточно здесь кадров компетентных, которые смогут спокойно работать вместо россиян. Зачастую, почему приезжают россияне, потому что у них есть опыт работы в западных компаниях. То есть, да, они там в одном банке поработали, в другом банке поработали, в западном, там посмотрели, тут посмотрели, приехали и говорят, мы знаем, как это на Западе происходит. Вот этого нету в Казахстане. Так что… То есть, по сути своей, это, наверное, не проблема, а проявляется в компаниях, где руководят экспаты, которые берут так же или нанимают на работу так же экспатов. Да. Константин, у вас. Знаете, вот с точки зрения, наверное, финансовой сферы немножко прозрачнее, но вот если наш бизнес будет готов взять на работу профессионального безопасника в сфере IT, разбирающегося в авиационном бизнесе, я буду только рад, потому что мы значительно улучшим свое положение в плане безопасности инфраструктуры. На данный момент мы выращиваем, так сказать, своих специалистов внутри компании, потому что по моей практике я никогда еще не видел безопасника в сфере авиационного бизнеса, именно приехавшего откуда-то в Казахстан. С точки зрения российской экспертизы, скорее всего, это присутствовать будет, потому что границы очень стерты между Казахстаном и Россией. Опять же, языкового барьера не существует, и, наверное, российским специалистам очень комфортно будет работать в Казахстане. Очень много похожих по ментальности вещей, которые мы с Россией имеем. Поэтому с точки зрения привлечения таких специалистов, честно сказать, я не против. Если какой-то специалист может принести больше безопасности в нашу компанию, мы будем только рады. Хорошо. У вас сейчас возможность поискать среди кадров трансаэра специалистов. Да, у них, наверное, очень много свободных мест. Здесь, опять же, одно замечание. Не то, чтобы у нас уже вакансия сейчас открылась. Я опять же уточню, бизнес должен готов быть, встретить такого человека. Спасибо. Алексей. Ну, нас десантирует сейчас Украина. Да, я согласен. Это тоже некая тенденция. А с чем они приезжаются? Что? А с чем они приезжаются? С салом. У них работы нет. Это понятно. А с чем? С чем? Ну, со своими какими-то решениями. С экспертизой. Ну, собственно, Украина, как они всегда говорят, мои коллеги, они ближе к Европе, чем даже Россия. Поэтому они приезжают с более прозападным подходом, чем менталитет российский. Понятно. Маргарита, вы обучаете, проводите обучение. Вот как вы видите эту тенденцию? Ну, во-первых, все зависит от человека. То есть, почему бы нашим специалистам не повысить свою квалификацию, не сделать свои знания, уровень, не поднять уровень своих знаний? Никто ведь не мешает. Абсолютно. Вот. По поводу вопроса о том, что у нас тут десантируют Россию, Украину и так далее, цифры я озвучу в своей следующей презентации. То есть, есть аналитика, у нас проводится в Республике аналитика, по-моему, данные, если не ошибаюсь, последние на 30 сентября. У нас есть сайт, где это можно посмотреть. То есть, будет слайд, поэтому вы посмотрите процентное соотношение, если не ошибаюсь, 30 тысяч резюме, которые были представлены на момент 30 сентября. Вот. И посмотрите, сколько процентов Россия, сколько Украина, Узбекистан и так далее. То есть, такой слайд будет. Но без привязки к информационной безопасности. Общая тенденция. Нет, почему? Почему? Там по отраслям. По отраслям. То есть, резюме, куда они, на какие должности и в какую область, в какую специфику. IT, безопасная связь, это все это и есть, банки и так далее. По поводу того, что почему бы нам не расти своих, вот это другой, конечно, вопрос. И этот вопрос я тоже затрону однозначно в следующей своей презентации, в следующем своем докладе. Чем мы хуже, что нам мешает, что мешает вам вырастить своих сотрудников, здесь сидят не только рядовые сотрудники, здесь сидят руководители. Вот. Это мы обсудим чуть позже, но вопрос очень интересен. Очень интересен в том плане, что если человек знает, если человек компетентен, почему бы ему не работать, почему я не возьму его для блага своего бизнеса. Если делать выбор между людьми, я сделаю выбор в пользу компетентности человека. Да, хорошо. Ну, это все-таки, наверное, прозападный подход, когда здравый смысл перевешивает какие-то культурологические особенности, менталитет. Так, Олег. Я думаю, что я хотел бы заострить внимание на актуальность этого вопроса кадрового из России. Год назад я оказался в Академии народного хозяйства на лекциях NBA по управлению кадрами в условиях транснациональных корпораций. У них накоплен очень большой опыт этого формата людей, и они что делают сразу? Они сразу по категориям раскладываются. Каждый странный менталитет, в какую категорию идет. Меня ужасно удивило то, что Россия попадала в одну группу с такими странами, как Китай, Монголия, Арабские Эмираты. И я такой удивился, что у меня общего может быть с Монголой. Они сказали, у вас общее – это ваше пространство. Особенно с Эмиратами, да. Пространство. У вас в традициях у этих стран не решать проблему здесь и сейчас. Как у какого-то островного государства, в этом Австрии или Швейцарии, как горами обнесено, им деваться некуда. Они привыкли здесь и сейчас решать проблему. В России всегда есть куда свалить. Из регионов в Москву. Из Москвы перейти в другую компанию. Из Москвы куда-то уехать сейчас. В Москве, в России сейчас действительно есть не то чтобы кадровый голод, а наоборот отсутствие вакансий. Есть вакансии, но нет людей. Есть люди, которые ищут работу, но под них нет вакансий. Все хотят быть руководителями. Есть спрос на низшие звено инженеров, которые руками настраивают что-то, на аналитиков, которые работают с данными. Но есть очень большое количество людей, которые остались, ну скажем так, они бы хотели бы сменить работу по каким-то причинам. Вот в этом плане Казахстан рассматривается этими людьми как место профессиональной эмиграции. Вместе с ними приходят компетенции, практики, опыт работы в западных компаниях. Много всего того, что может быть здесь и не быть. На мой взгляд, это хороший драйвер для того, чтобы поднять местные компетенции на качественно новый уровень. Такая тенденция может быть. Я не говорю, что она случилась уже, но это вполне возможно. Исходя из тех прогнозов, которые МБИ дает по категориям. Там Китай, Монголия, Арабские Эмираты. И мы туда же. Хорошее будущее. Коллеги, вот мы уже практически целый час разговариваем. Было высказано много разных интересных позиций, точек зрения. Может быть у вас возникли вопросы к присутствующим? Не спите, коллеги. Это нам, москвичам, сейчас надо спать. Вы уже работаете. У вас мозг должен активно работать, задавать вопросы. Неужели у вас нет вопросов к практикам, которые занимаются безопасностью? Одно дело вендоры, другое дело практики. Да. Здравствуйте. Хотел спросить, у вас есть свои безопасники? О нет. Собственная безопасность. Кто вас проверяет? Кто вопрос такой? Служба внутреннего контроля. Да, служба безопасности, которая вас проверяет, информационных безопасников. Давайте я расскажу, как у нас. У нас два независимых подразделения. Есть департамент безопасности, физической безопасности, да, и департамент IT-безопасности. Оба подразделения напрямую подчиняются председателю управления. Так что мы не связаны между собой, да. При необходимости нас могут вызвать свободно на полиграф, проверить и так далее. Ну и плюс есть служба внутреннего аудита, которая тоже периодически проводит проверки. IT-безопасность, вы внутри IT или вы независимы? Нет, мы независимы от IT и от безопасности. Это, кстати, достаточно редкая ситуация. В частности, в России, ну и, наверное, не только в России, безопасники информационной либо IT, либо безопасности. Очень редко кто непосредственно подчиняется руководству компании. Это хороший пример. Коллеги, вы добавите? Да, я прокомментирую. Служба информационной безопасности находится в составе департамента безопасности и защиты информации. Там, ну, ряд служб находится. Также нас курирует председатель управления. И, безусловно, присутствует служба внутреннего аудита, которые независимую оценку дают, подчиняются, в свою очередь, совету директоров компании. Ну, это отчасти, опять же, требования комплайенса и регуляторики, чтобы у вас была независимая служба. Согласен. А в Эр-Астана и у операторов связи как? С точки зрения проверки IT-безопасности, да, у нас есть проверка, но не внутренними силами, а у нас ежегодная проверка авиационной безопасности, куда входит IT-безопасность. Ежегодно мы сдаем все документы, подтверждаем их процессами и так далее. То есть ежегодная проверка со стороны, с третьей стороны. То есть внешний аудит. Это какой-то регулятор авиационный. Да. Ну, у нас есть как внутренний аудит, так и московский аудит, плюс еще внешний Энстер Янг проверяет постоянно. Хотел дополнить относительно Вимпелкома. Я до этого три года работал в Вимпелкоме, да, и там очень забавная ситуация была. С 2008 по 2011 год подразделение информационной безопасности, как мячик от пинг-понга, сначала в IT было, потом в безопасности, потом в IT, так и бегали туда-сюда. Пинг-понг не закончился еще. Спасибо. Вот вопрос здесь был. Да. Добрый день. Вопрос ко всем. Коллеги, вы говорили о кадровом голоде. Вот сейчас, как в условиях экономического кризиса, вы пытаетесь обойти те моратории, которые объявлены вашими крупными компаниями по приему на работу сотрудников информационной безопасности. Спасибо. Или, может быть, у вас уже наняты все сотрудники, и у вас этой проблемы нет? Или этой проблемы нет? Я прокомментирую, в принципе, по штатному расписанию, конечно, вакансий на текущий момент по информационной безопасности нет. Не так давно было расширение штатной численности, но Павел об этом знает. В планах заполнения дальнейшего есть небольшой задел, но в плане, когда я комментировал про кадровый голод, я имел в виду, что мне кажется, с опытом приема работников на вакансии достаточно найти сложного специалиста, который согласится за умеренную плату, большой уровень компетенции показывать. Это непросто. Поэтому, ну, еще плюс условия рынка, конечно, на это влияют, безусловно. Спасибо. Ходится учить самим их. Ну, в крупных организациях есть обычные учебные центры корпоративные. Сейчас мы закончим. Мораторий на новой позиции, конечно, существует. То есть набора кадров нет, но как только вы столкнетесь с проблемой набора на позицию IT-безопасности, вы увидите, насколько у нас действительно не готовы специалисты. То есть специалисты, которые работают в IT-безопасности, в больших компаниях они работу не ищут. Это же понятно. Когда вы хотите найти себе готового специалиста, вы сталкиваетесь с проблемой либо денежного ограничения, либо профессионального уровня. То есть здесь такой момент, да, вы спросили про мораторий, он существует, это действительно так, это факт. Наверное, всех компаний раздронуло, но как только вы столкнетесь с наймом, вы поймете, насколько кадровый вопрос у нас остро стоит в Казахстане. Спасибо. Там вопрос был, подождите. А, ну, хорошо. Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы задать такой вопрос. Многие финансовые институты при разработке политик информационной безопасности отражают, помимо уже озвученной триады конфиденциальности и доступности, такой параметр, как юридическая значимость. Хотелось бы узнать, каким образом проходит у вас оценка юридической значимости, и есть ли у вас такое понятие внутри организации? О значимости чего? Ну, мне кажется, это больше относится к оценке рисков, нежели к политике информационной безопасности. В политике информационной безопасности мы не рассматриваем такой вопрос, но юридическую значимость мы вообще не рассматриваем. В оценке рисков мы рассматриваем оценку финансовой стоимости, либо репутационной стоимости какого-либо актива. Спасибо. Просто там раньше подняли. Вон туда можно в микрофон? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот несколько практический вопрос. Шифрование данных. Есть такой майкрософтовский ключ, алгоритм IS-256-бит. Их алгоритм. Это международный алгоритм. Ну, международный алгоритм. По-моему, Микрософт. Никакого отношения не имеет к Микрософт. В общем, вопрос такой. Насколько в Казахстане разрешено его использование? То есть конкретно, например, КНБ разрешает это или нет? Потому что на данный момент пока он не расшифровывается. Ну, наверное, этот вопрос надо задавать все-таки КНБ. Может быть, вы сталкивались с такой проблемой? Коллеги, это скорее вопрос к вам. Знаете, я сталкивался с проблемой ввоза любого оборудования, айтишного оборудования, которое имеет некую криптографию. Если в Казахстане этот алгоритм используется, значит, он дешифруется нужными службами. Иначе бы он здесь не использовался. Это точно. Вот я бы сейчас поспорил на эту тему. На самом деле задача любой спецслужбы, начиная там в рамках таможенного союза, КНБ, КГБ, ФСБ, не расшифровывать что-то и не дешифровывать что-то, а контролировать ввоз и использование. И, собственно, запрета, например, на ввоз строгой криптографии 256 бит, его как такового нет. Есть контролируемый ввоз, потому что регулятор хочет знать, кто использует и зачем. И при определенной ситуации вы будете обязаны предоставить ему ключ, чтобы раскрыть данные? Ну, опять же, это ситуация… Наверное, политику КНБ мы не будем обсуждать, эти ситуации, но если это пользовательское цифрование, то, собственно, вы никакими ключами не владеете. А дальше вступают в силу различные оперативные методы получения этих ключей, которые мы оставляем за рамками, разумеется, сегодняшней конференции. Коллеги, добрый день. Первое кредитное бюро «Ваякин Андрей». Огромное спасибо за такую встречу, особенно персонально Алексею, за то, что замечательное модерирование идет. Вопрос такого порядка. Как Маргарита сказала, что на самом деле оценкой, насколько компания профессионально относится к вопросам информационной безопасности, это, наверное, вопрос международной сертификации этой компании по международным стандартам. Вот мы, как компания, первое кредитное бюро, для того, чтобы снять все риски по отношению к нашей деятельности, к информации, мы три года как этим вопросом озадачились и прошли полную сертификацию по 27.01. Более того, мы прошли не только, получили сертификаты международной компании бюро «Вэритас», но и получили в этом году надзорный аудит прошли. То есть это как раз от непрерывности бизнес-процесса и то, что мы не прошли сертификаты, получили папочку и которую сложили в ящик. То есть на самом деле мы сняли вообще все вопросы и Национального банка, и тех наших партнеров, с которыми мы работаем по информационной безопасности. То есть у нас есть сертификация, с которым можно спорить, можно выходить юридическую значимость, получать. Вопрос к вам. То есть вы, как компании, которые на этом рынке работаете, вы можете оценивать свою информационную безопасность внутри местными аудиторами, но для партнеров, особенно зарубежных, это совершенно критично. То есть вы, вот банки, за счет телекоммуникационной компании, вы прошли на нашем рынке, и у вас есть сертификаты по 27.01. На каком-то этапе вы это рассматривали. Более того, мы прошли не только 27.01, но и 9.001 по менеджменту качества. То есть вот первое кредитное бюро это имеет. И поэтому у нас вопросы репутационные отбиваются, так сказать, вот так. Как у вас? Спасибо, коллеги. Хороший вопрос. Я считаю, наличие сертификата 27.01 ничего не дает компании. Это просто бумажка. Наличие этой бумажки еще не подтверждает, что у вас все хорошо. Все зависит от, а, качества аудитора, профессионализма аудитора, б, от профессионализма сотрудника информационной безопасности преподнести в том виде, в котором хочет это преподнести, и в заинтересованности и компании, и аудиторской компании в получении этой бумажки. Порой есть компании, которые не соответствуют 27.01, но процессы выстроены намного лучше, чем требует стандарт. А порой есть бумажка, но на самом деле это фикция. Да, но вопрос, PCI DSS, тем не менее, не будет ли соответствовать 27.01? Да, нет, но смотрите, наличие PCI DSS и его отсутствие еще не говорит о том, что нас оштрафуют. Visa, MasterCard, MPS оштрафуют, когда воруют деньги у клиентов с карточек. Ну, все-таки, наверное, вопрос страхования рисков – это достаточно высокий уровень зрелости, и, наверное, мало кто может похвастаться, что он вообще задумывался о страховании своих рисков и обращался в какую-то страховую компанию. Алексей, по страхованию рисков тоже прокомментирую. Да, мы застрахованы в международных страховых компаниях, Swiss3 и SGT General вроде бы там страховая. При этом, что мы первый раз страховались, у нас не было PCI DSS, второй раз страховались, у нас был PCI DSS. То есть сумма не изменилась, значительно не изменилась. Там даже одного процента нам не скинули. У нас есть PCI DSS? Нет, если у вас не было, то есть вы будете платить большие деньги с карточным компаниям, которые будут между спортами снимать вас на PCI DSS? Нет, это неверно. Нет, они не снимают деньги. По-моему, вот я могу сказать, по России, насколько я знаю, по странам СНГ не было ни одного прецедента штрафа за некомплайн. Ни одного. МПС могут не давать вам возможность запускать какие-то новые сервисы. И для многих банков это гораздо более серьезная проблема с точки зрения бизнеса, потому что они не могут предложить новый банковский продукт. Но штрафов, по-моему, не было ни одного. В основном это страшилки. Страшилки добавлю. Есть еще такой момент, в принципе, сталкивались с ним в части выхода на международный рынок, когда ИПО, возникает вопрос. Вот там период, когда идет вывод акций, да, и в последующем вот этот момент может влиять. То есть когда сертифицируется компания, либо получает там PCI DSS статус, ISO и так далее. Ну там на котировки это зачастую влияет. Вот этот момент действительно можно как-то монетизировать. Но это очень так тяжело оценить. Алексей, картел. В Ampel.com же отдельный свой процесс сертифицировал. Да, да. Ну я повторюсь, аудит у нас постоянно происходит. Даже бывает два раза в год на стандарт приезжать. Вам что-то дал этот сертификат? На самом деле, нет. На самом деле, действительно, вопрос сертификации. Вот у вас, когда примут в окончательном чтении закон об информатизации, там есть 53, или 51, или 53 статья об аттестации информационных систем с точки зрения информационной безопасности. Это, по сути, своя та же самая сертификация. Потому что термин немного другой, но в сути, в оценке соответствия, по большому счету, очень сложно будет вам обосновать, перед кем бы то ни было, что эта бумага что-то дает, кроме как защиты от регулятора. С точки зрения бизнеса, действительно, очень много говорят о том, что сертификация 27.001, вот Маргарита, может быть, поправит, она позволяет на несколько процентов увеличить капитализацию компании. Но серьезных исследований в этой сфере нет, и доказательств, по большому счету, нет. Число компаний, которые в мире прошли эту сертификацию, оно измеряется тысячами всего, в то время как в самих компаниях гораздо больше, там это десятки, а то и сотни миллионов компаний. То есть это, на самом деле, может быть, говорит о низкой зрелости всех, либо о том, что сертификация, по сути своей, не может быть нормально монетизирована. Вот мы, как в ЦИСК, у нас сертифицирован процесс разработки программного обеспечения. То есть индийский офис у нас проходил эту сертификацию 9000 и 27.001. Но я, опять же, не могу сказать, что это как-то повлияло на уровень нашей защищенности. Мы до этого как бы выполняли свои требования по защите, и после этого выполняем. Ну да, наверное, этим можно похвастаться, этим сертификатом. Но с точки зрения обоснования перед бизнесом, что это что-то дало, то здесь есть большое количество нюансов. Хотя, если это помогает, наверное, это хорошо. Если это помогает. Коллеги, еще вопросы? Коллеги. Основное внимание на что выделяете? На внутренний или на внешний? Если внутренний, это какие продукты? Делпишный или внешние антивирусы, фаерволы? Какие мероприятия у вас проводятся? Спасибо. Сейчас, коллеги. Прежде чем вы ответите, давайте я вам задам встречный вопрос. А что для вас, как вы делаете, проводите грань между внутренней и внешней угрозой? Сотрудник, который атакует или по его вине атакуются внутренние ресурсы, когда он находится за пределами компании? Да, внешне это за пределами. Это хакеры, например, допустим. А если хакер залез к вам во внутреннюю сеть через незащенный Wi-Fi? Ну это да, считается внешне, да? А внутренне это сотрудники организации, которые умышленно или неумышленно берут информацию и идет утечка информации. Спасибо. Коллеги. Какой приоритет вы отдаете внешним либо внутренним именно источникам, не угрозам, а источникам угроз? Я думаю, тут без сбалансированного никак защиты не обойтись. То есть, безусловно, и то, и другое. Я не стал бы ставить приоритет тут внешним или внутренним. То есть, и тот, и другой вектор надо учитывать. Я все-таки уточню. Я говорю не про угрозы, а про источники. Потому что если сбалансированный подход, это означает, что у вас число внутренних мошенников такое же, как внешний. Наверное, было бы неправильно. Так скажем, риски того, что внутри мошенники присутствуют, безусловно, учитываются так же наряду, как и внешние угрозы. То есть, нельзя этого исключать, безусловно. Но превалирование, наверное, я не стал бы ставить. Потому что зачастую урон внутреннего, допущенный по вине внутреннего работника, он абсолютно равен, либо больше урону, который может хакер, активист починить. Спасибо. Маргарита. В любой информационной системе самым критичным ресурсом является человеческий ресурс. В любой, абсолютно. Вне зависимости от уровня бизнеса. Крупный бизнес, средний, малый бизнес. Самый критичный ресурс – это человеческий фактор, это человеческий ресурс. Сегодня ваш сотрудник лоялен, завтра он посчитает, что его обделили в премии, каким-то образом обошли и так далее. Либо его просто купили. То есть, стал внутренним инсайдером. Поэтому я считаю, что внутренние угрозы, то есть защита от внутренних угроз, все-таки должна превалировать. В какой-то степени надо защитой внешних. Но о внешних угрозах тоже забывать не следует. Но еще раз повторяю, это мое мнение, как и теоретика, и практика. Самый критичный ресурс системы – это человеческий. Спасибо. Коллеги. Пару слов хотел бы давать. К сожалению, должен признаться, что внутренние ресурсы человеческие, мы им доверяем. И, к сожалению, наверное, внимание больше уделяется все-таки внешнему. Почему, к сожалению? После того, как я услышал Маргариту, наверное, об этом стоит больше подумать в этом направлении. Сейчас, подожди, Олег. Мне показалось, она говорила про человеческий ресурс, риски, исходящие от владельцев бизнеса. От них все зло. Да, здесь очень много таких подводных камней. Человек сегодня счастлив на работе, завтра он несчастный на работе, он может что-то натворить и так далее. По этому поводу я пару слов скажу чуть-чуть позже. Но, наверное, все-таки соотношение, к чему больше нужно уделять внимание внешним атакам либо внутренним угрозам, которые могут создать собственные сотрудники. Не знаю, золотую середину я бы, наверное, выбрал сейчас в компании. Это 50 на 50. С точки зрения количества, может быть, урона, точнее, количественной составляющей, это может быть и единицы внутри, но с точки зрения масштаба, конечно, они будут гораздо больше, чем 100, например, внешних угроз. И поэтому здесь, наверное, какой-то баланс 50 на 50, и внутреннюю сеть нужно защищать не хуже, чем снаружи, то есть, точнее, внутри процессы. Ну и скажу так, то, как вы уже сказали, грани стираются, то есть периметр сети очень тяжело сейчас, в общем, отрисовать где-то на схеме, потому что он в глобальном смысле просто вырос в масштабе планеты. Тем более с нашим бизнесом, когда люди перемещаются очень быстро и находятся везде. Спасибо. Алексей, а как у оператора связи? Ну, согласен с Маргаритой. Дело в том, что у нас как бы по регионам очень все разбросано, и достаточно большое количество сотрудников, которые как бы обрабатывают информацию. Поэтому здесь, наверное, больше, да, внутренне. То есть, получается, что дальше после нашей секции Олегу предстоит непростая задача модерировать большое количество выступлений со страшилками про целенаправленные угрозы со стороны внешних неизвестных злоумышленников. Получается, что, в общем-то, для вас эта задача, ну, не то чтобы второго плана, но все-таки… Нет, она не второго плана. Так, ну, вы же говорите, что для вас основная проблема сейчас – это внутренний нарушитель. Внутренний нарушитель целенаправленный… Я скажу так, 60 на 40. Хорошо. Уже пошел торг. Спасибо. Хороший вывод. Коллеги, действительно, DLP, сегодня будет практически доклад в самом конце мероприятия. Вот вы используете DLP, и как вы, собственно, обходите проблемы с нарушением тайной переписки, с Конституцией и так далее? Либо вы принимаете этот рейтинг? Мы приняли в эксплуатацию DLP. Приняли, хорошо. В эксплуатацию, я заметил этот. Да, Габар. Можно я отвечу и на первый, и на второй вопрос, который был. Что для нас важнее, внешние или внутренние угрозы? Я считаю, и те, и те важны. Если рассматривать внешние угрозы, то это профессиональные атаки на IT-системы. Если мы рассматриваем внутренние угрозы, мы не рассматриваем, что сотрудники будут ломать IT-системы. Зачастую все сотрудники находят бреши в бизнес-процессах, посредством которых в банке они выводят деньги. Либо они крадут их сами, либо они их крадут со счетов клиентов и так далее. Здесь разные направления. Внутренние сотрудники атакуют бизнес-процесс, внешние угрозы атакуют IT-системы. Да, DLP-системы мы используем, но они нам не помогут закрыть все внутренние проблемы. Наше подразделение занимается в том числе и анализом бизнес-процессов. Вот именно изучение бизнес-процесса и выявление в нем тех мест, посредством которых можно вывести деньги. Это может быть и неправильно настроенная система, и неправильное наличие функции двойного контроля и так далее. Спасибо. Коллеги, у нас осталось пять минут. Я хотел бы задать последний вопрос, тем более, что он на самом деле напрашивается именно в этой аудитории. Вы представляете информационную безопасность, но при этом работаете в совершенно разных подразделениях. Безопасность, IT-безопасность отдельная, IT и пинг-понг. Соответственно вопрос, как вы дружите с айтишниками? Все-таки классический конфликт контролера-контролируемого, безопасника-айтишника. Есть ли у вас этот конфликт и как вы из него выходите? Буквально по несколько слов, как раз для завершения нашей дискуссии до перерыва. В данный момент с IT конфликтов нет, потому что мы сейчас в IT. То есть, по сути своей, у вас нет проблемы доказывания, что нужности их контроля, приобретения решений, для того, чтобы вы будете контролировать, как они работают. Хорошо. IT-безопасность в составе IT, так же, как у коллег. Но здесь такой момент, мое чистое мнение, что эти службы должны быть абсолютно независимы, по простой причине, что конфликт интересов не должен присутствовать вообще никак, потому что это безопасность. В любом случае, когда ты отвечаешь за инфраструктуру и параллельно за IT-безопасность, какие-то вещи ты хочешь или не хочешь, тебе приходится скрывать, может быть, и где-то, может быть, к самому себе становиться более лояльным. Один момент есть, который я должен сказать в защиту того, что это вместе все. То есть, человек, который, например, выстраивает IT-инфраструктуру в компании, который сам понимает слабости этой системы, ему не нужно выявлять их, ему не нужно искать бреши в системе, он про них знает. Очень начальная стадия развития IT-безопасности, я бы сказал, наверное, все через это прошли, но из этого нужно вырастать, из этого нужно уходить. Потому что, опять же, по той же самой причине, что вы это все строите, и вы сами себя критиковать не можете или не хотите. Поэтому надеюсь, что в будущем департамент IT абсолютно независимо будет работать от безопасников, и именно безопасники начнут в правильном направлении выстраивать инфраструктуру до того, как ее уже построили. И это очень важный момент. То есть, вначале мы строим инфраструктуру, а потом пытаемся еще ее защитить. Это, наверное, классическая схема 90% всех компаний. Спасибо. Но вы видите себя в виде отдельного департамента, как в Евразийском банке, либо в составе безопасности, там, может быть, в составе какого-то другого, там, той же авиационной безопасности. Вот как вы видите, как в авиационной компании это должно развиваться? У вас же, наверное, не только вопросы связаны с авиационной безопасностью, но и внутренняя сеть. Абсолютно согласен. Да, и финансовая структура, да. Мы везде. То есть, айтишники везде, и безопасность должна быть на всех уровнях, да, начиная с физической безопасности. Все-таки я вижу, что в будущем в Аэростане это будет отдельный департамент. Департамент, не подчиняющийся вице-президенту по IT, а подчиняющийся только президенту компании, который будет координировать внутренний аудит по проверке IT безопасности, а также будет контролировать и внешний аудит в рамках нашего авиационной безопасности. Я думаю, ну такая классическая идеальная схема должна присутствовать в любой компании в современной. Это мое мнение. Спасибо. Алексей, у вас как раз идеальная схема. Да, у нас схема идеальная, но с конфликтами. Когда мы пришли в банк, да, у IT было полное отсутствие понимания информационной безопасности. И в первые два года это вызывало очень серьезные терки, конфликты и так далее. Сейчас более-менее мы довели до IT наши пожелания, наши подходы. И в целом мы находим общий язык. По крайней мере на миддл уровне мы хорошо работаем. Бывают иногда конфликты на топ уровне в правлении. Спасибо, Анатолий. Я скажу, что в основном спорные вопросы хорошо урегулируются. Там, где есть горький опыт у IT, где они уже допускали ошибки, где они понимают цену этих ошибок, и там переговоры ведутся хорошо. И там контрольные процедуры более просто вынедряются, обоснования быстрее находятся. Там же, где еще моменты не сильно проработаны, да, они там зачастую в спорной ситуации часто возникают. Понятно. Большое спасибо, коллеги. Я хотел бы завершить первую часть нашего мероприятия. Мы подошли к перерыву. Не хотелось бы, наверное, и не буду подводить никаких сейчас итогов, даже промежуточных. Впереди еще три больших блока, на которых, собственно, будут продолжены дискуссии. Не стесняйтесь задавать вопросы в перерывах. Большое спасибо вам, большое спасибо участникам, и у нас перерыв.